Вперёд за цыгарской звездой кочевой, на закатке дрожат паруса, и глаза глядят с бесприютной тоской в огровеющие небеса. Большая сцена, восторженное браво и море аплодисментов. Об этом мечтал наш герой, пока не попал в калейдоскоп, в детский сад, куда начала ходить его дочь. Решил пойти учительной физкультуры. Позвонил Ирина Сергеевна, нашему заместителю. Ирина Сергеевна говорит, ну хорошо, приходите. Я пришёл к Евгении Георгиевне, она говорит, слушайте, ну есть у нас уже физкультур, есть уже учитель физкультуры, а вы что, умеете-то ещё? А ещё Роман Куприянов имел за спиной институт имени Гнесиных и опыт работы с детским хором. Всё это и пригодилось в освоении новой для нашего героя профессии – музыкального руководителя в детском саду. Осторожно ступив на новый путь, Роман быстро влился в коллектив, влюбился в профессию и, добавив в музыкальные занятия спортивную искорку, увлёк своим энтузиазмом и детей, и других воспитателей. Спортивные элементы в занятиях появились не случайно. Роман не только музыкант, он ещё и борец, тренер по тайскому боксу. Я попал в необыкновенную творческую атмосферу и, мало того, творческую, очень рабочую атмосферу. То есть с нашим коллективом можно делать просто невозможные вещи. Характер борца, упорство в достижении цели очень пригодились в работе с детьми. Главное в работе с детьми – это, конечно, любовь к детям. Без этого никуда, потому что дети чувствуют, их никогда не обманешь. Но при этом я стараюсь быть с ними, конечно, строгим, но не перегибать. То есть строгость, любовь, поощрение. Когда они действительно молодцы, я их обязательно хвалю. Когда они балуются, ну, конечно, приходится иногда с ними построже. Хороший. 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 Роман Евгеньевич умный, хороший, добрый и весёлый. Всегда очень приятно видеть под свои работы. И очень, вы знаете, это, наверное, никогда ничто не заменит, когда дети на тебя смотрят влюблёнными глазами. Когда они тебе верят, безгранично тебе доверяют. И когда, ну, вот этот вот момент, этот синтез помогает направить их энергию в нужное русло, чему-то их научить. У него есть огромное желание для того, чтобы работать с детьми. Он не боится, как многие мужчины, может быть, боятся работать с детьми, не боится этого. Ну и, в принципе, всё получилось. Всё получится и у этих ребятишек. Быть успешным в жизни – мало иметь отличное образование. Основу воспитания эстетического, полученного ещё в детском саду – вот залог успешности всей жизни. До свидания!